А сейчас слово движение 24. Пожалуйста. Рынок труда в стране ориентирован на мужчин, найти работу с женщиной очень сложно. Причина в том, что правительство не создает рабочие места, соответствующие для женщин. На учете в службе занятости населения состоят в большинстве женщины. Работодатели всегда отдают предпочтение кандидатам мужчинам при прочих равных условиях. При этом женщине невозможно доказать, что ее дискриминируют по половому признаку. В Таджикистане не зарегистрировано ни одного факта ущемления прав женщин по половому признаку, но не потому, что такой дискриминации нет, а потому что женщины не обращаются в правоохранительные или в судебные органы по этому поводу. Не обращаются, потому что знают, чью сторону примут представители власти. Девушки в стране сталкиваются с гендерным неравенством очень рано. Многие семьи решают не тратить деньги на сбор ребенка в школу, так как, зная, что в будущем ее дочь не может поступить в высших учебных заведениях из-за коррупции и отсутствия средств на обучение и другая причина. После обучения ей трудно найти работу по специальности. В стране высшие учебные заведения заканчивают немногие. Около 15% женщин имеют высшее образование. Из-за нехватки должной работы женщинам приходится уехать в миграцию, оставляя своих детей, родственников и близких. Повсеместная нищета в стране оставляет женщинам шанс на образование и хорошую работу. А отсутствие работы делает женщину бесправной и полностью зависимой от мужа. Мер государственной поддержки женщинам, подвергнувшимся домашнему насилию, нет. На государственном уровне стараются не замечать дискриминацию женщин, ведь официальных жалоб с их стороны нет. Спасибо большое. Спасибо.